СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мы уже масленицу делали, мы уже наврус праздновали у нас в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, а весна всё никак не будет. А знаешь, почему не было? Я думаю, что сегодня у нас будет, а дальше всё будет хорошо. Потому что там, в наших передачах, не звучала песня. Не звучала песня. Причём не просто песня, а песня церковная. Да, и вот сегодня у нас в передаче принимают участие наши гости, наш всегдашний друг, священник Василий Песцов, священника храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой Богословской дисциплины Вятского духовного училища. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, отец Василий. Хор храма Веры, Надежды, Любови и Матери Ихсофии под управлением Марины Никулиной. Марина, добрый день. И певчие Мария Сизихина, Виктория Мельникова, Татьяна Краева и Сергей Мисеюк. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Такие красивые, светлые, певчие храма. Я, честно признаться, с большим волнением, конечно, отношусь к сегодняшней теме, к сегодняшней передаче, потому что, попадая в храм, на службу, тебя пронзает внутрь глубоко, когда ты слышишь певчих. Это необычная музыка, она одухотворённая, и сегодня о ней мы будем говорить. Отец Василий, откуда вообще музыка и пение в православных храмах? Сразу с этого начнём? Начну с цитаты из Псалтирии, из книги, песненной книги Ветхого Завета. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте». Так призывал царь Давид и его преемники, всех израильтян, которые должны были обращаться к Богу. И неудивительно, что традиция Ветхого Завета, пение, торжественное пение, восхваление Бога перешла и в Новый Завет, в традицию православной церкви. Тема, которую вы затронули, она очень обширна, как и все темы, которые вы постоянно затронули. Которую мы с вами постоянно затронули. Которую мы обсуждаем, да. И поэтому сегодня, конечно, хочется акцентировать наше внимание на самых главных моментах, понимание, что такое церковное пение в православной церкви, откуда оно возникло, и какое оно значение для нас, православных христиан, несёт сейчас. Ну, вот вопрос-то, он не сам по себе возник, потому что, ну вот, даже у меня не такого, как бы, посвящённого музыка, это всё-таки какие-то там, ну, какие-то такие развлечения, как бы, вот, с моей точки зрения, для усиления многих людей. А храм — это всё-таки место, как бы, вот, человек думает, что вот храм — это место, где, ну, человек должен задуматься, как минимум, стать более таким, ну, как это сказать, строгим в своём поведении. — Внимательным к себе. — Внимательным, да, к себе и окружающим. И тут раз тебе музыка, которую, вот, как только что Володя сказал, на самом деле многих достаёт до глубины души, и ведь люди порой в слезах стоят, там, да, от этой музыки. Вроде он стоял-стоял, музыка прозвучала, и он тут хоп тебе уже, и... — Я продолжу вашу мысль. Действительно, мы часто воспринимаем музыку как причину или как то, что заставляет нас расслабиться, как то, что заставляет нас отвлечься какими-то своими мыслями, развлечениями. Но в этом и составит принципиальная разница между музыкой и пением. Обратите внимание, что в тех словах, которые прозвучали только что из псалтири, есть слова «пойте Богу нашему». В этом принципиальная разница. Церковная, как сказали бы сейчас музыку, но на самом деле правильное название — церковное пение, имеет своей целью собрать мысли человека, заставить его быть внимательным к себе, заставить его сконцентрироваться на молитве к Богу. А музыка светская, она имеет несколько другое предназначение. Чаще всего она, наоборот, расслабляет человека, отводит его от собственной мысли и уводит в какие-то иные восприятия, фантазии, чувства, которые позволяют ему, наоборот, отойти от собственных проблем и получить какой-то отдых. Ну, недавно православные справляли великий праздник, да? Пасху. Абсолютно верно, да. И вот пасхальное пение, оно тоже не расслабляет, а заставляет стратачиваться на каких-то там… Несомненно, несомненно. Но так как у любого нашего духовного состояния есть разные стороны, есть радостное духовное состояние, торжественное, а есть покаянное, есть состояние особого раскаяния в своих грехах, особой молитвы к Богу, то, соответственно, и церковная музыка может быть либо радостной, восторженной, либо умеренной и заставляющей задуматься. В зависимости от молитвы, которая в данный момент читается, да? Конечно, в зависимости от смыслового наполнения службы. И это всё слышно, соответственно. Несомненно. Вот сейчас как раз мы подошли к тому моменту, когда мы можем попросить наших уважаемых гостей, хор храма «Вера, Надежда и Любови» и «Матери Иксофии» исполнить нам одно из церковных песнопений, радостных церковных песнопений, прославляющих воскресение Христа, которое поётся на Пасху «Христос воскресе». Обращаю внимание наших слушателей, что первые два раза «Христос воскресе» звучит на греческом и на латинском языках, а затем на русском. Прошу вас, ребята. С удовольствием послушаем. Под управлением Марины Никулиной. Пожалуйста. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Замечательно. Спасибо. Здорово. Пока говорить не хочется даже. С музыкальной точки зрения мажорно, жизнеутвердающе. Понятно, что это Христос воскрес. Да, конечно. Это один из самых ярких, можно сказать, показателей пасхальной службы. Там в Пасху не бывает вообще практически никаких покаянных песнопений. Там всё праздничное, там все ликуют, там не может быть никакого страдания или покаяния. То есть в данном случае на жизнеутверждающую сторону мы делаем акцент, забывая на некоторое время обо всех остальных серьёзных темах. Конечно. Даже, ну, может быть, скажем так, не забывая, а торжествуя от того, что воскресший Христос дал нам возможность избавиться от наших грехов. И, соответственно, вот от этой радостной вести не может быть отходят на задний план все остальные наши жизненные проблемы. Отец Василий, а почему на греческом? На греческом потому, что наша традиция, певческая традиция, она, конечно, не родилась из ниоткуда, а пришла к нам из Византийской церкви. Константинополь, да? Да, из того самого Константинополя. И там служба шла на древнегреческом или просто на греческом языке? На древнегреческом языке. Я вам напомню один очень значимый эпизод, который мы читаем из повести временных лет, где Нестор, летописец, описывает принятие христианства на Руси. Он говорит о том, что послы князя Владимира, когда они обошли очень много стран и видели разные веры, они оказались в Константинополе, в том самом знаменитейшем храме Святой Софии, великолепном, который до сих пор поражает наше воображение. Они оказались на церковной службе. И их отзыв был такой. Не знаем, где мы были, на небе или на земле. И с тех пор как раз для православного христианства на Руси, для нашей русской православной церкви, красота, внешняя красота церковного богослужения, красота наших храмов всегда являлась отображением внутренней нравственной красоты православного христианина. В храме всё должно быть красиво. И убранство, и пение. Возможно, вот подойдя к этой теме, мы с вами обратимся ещё к одной интересной цитате, которая заставит нас задуматься. Цитата Климента Александрийского. Он говорил о византийской традиции и сравнивал церковное пение и пение обычное, светское. Вот он говорит. «Изнеженные напевы, плаксивые ритмы, эти хитрые зелья корейской музы развращают нравы своим размузданным и коварным искусством, незаметно вовлекают душу в разгул космоса». Вот я хочу вам сказать, что прямо с некоторыми нашими мусульманцами, священниками, прямо по мысли совпадает. Действительно, мы можем говорить о том, что пение и музыка, они все оказывают очень большое влияние на нашу душу, на наши чувства, на наше внутреннее состояние. Важно, куда оно нас влечёт. Если оно влечёт нас к доброму, если оно влечёт нас к исполнению заповедей, к осознанию внутренней нашей жизни, это пример церковного пения. Есть такие песни, которые влекут нас к тому, чему вы сказали, к осознанию, к делу добра, к осознанию своего существования и так далее? Да, несомненно. Примером такого песнопения, который иллюстрирует принятие православной традиции, русской православной традиции церковного пения от Византии, может быть песнопение «Взбранной воеводе победительное». Ещё раз, помедленнее. «Взбранной воеводе победительное» — это песнопение, прославляющее Пресвятую Богородицу. Оно отличается тем, что, в отличие от предыдущего песнопения, оно поётся не на многоголосье, а преимущественно на один голос. В унисон. В унисон, под которым есть ещё один небольшой сончик. Так вот, это песнопение показывает, как преимущественно в древности исполнялись в Византии песнопения. То есть это достаточно древняя песня, да? Она, скажем так, в современной обработке, но основана на этих самых древних византийских мотивах. Поэтому вот попросим хор. Сейчас мы услышим, да? Мы готовы. Хор «Храма веры, надежды, любови и матерей к Софии» напомню. Пожалуйста. Песня. Песня. Субтитры подогнал «Симон» 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 И сейчас мы имеем вот ту самую золотую середину То есть без особой вычурности такой, да? Да, без особой концертности И сейчас мы имеем наследие таких прекрасных композиторов, как Дмитрий Бартнянский, Павел Григорьевич Чесноков Современные авторы, например, Сергий Трубачев или совсем недавно скончавшийся знаменитый регент Троица Сергиевой Лавры, архимандрит Матфей Мармель. Можно очень много назвать из этой плеяды. Фактически сейчас в храмах звучат преимущественно песнопения именно авторов второй половины 19-го, начала 20-го и даже середины 20-го века. И ещё одно важное уточнение по поводу церковного песнопения состоит в том, что не все, наверное, знают, но церковный хор может любой текст спеть на глаз, на церковный мотив, причём не на один, а на восемь. Поясните, о чём идёт речь? Не понял. То есть вы берёте любой текст и поёте его так, что это звучит как молитва, да? Звучит как молитва, причём в восьми разных вариантах. В восьми разных вариантах. Абсолютно. Экспериментировать будем? Я думаю, хор нам исправим. Пример какой-то, пример мы хотим получить. Ну не восемь, хорошо, давайте вот два варианта каких-нибудь. Девушки, давайте так, вы споёте... А потом на рекламу пойдём. Господи возвах на шестой глаз, а потом Господи возвах, допустим, на восьмой глаз, и все увидят разницу. Давайте попробуем, очень любопытно послушать. Итак, хор храма веры и надежды, любовь их и матери их Софии под управлением Марины Никулины. Пожалуйста. Это шестой глаз. Господи возвах тебе услышимя, услышимя Господи, Господи возвах тебе услышимя. Он миг глаз умоления моего, мне да возвать имя к тебе услышимя, Господи. А теперь то же самое на восьмой глаз. Господи возвах тебе услышимя, услышимя Господи. Господи возвах тебе услышимя, он миг глаз умоления моего, мне да возвать имя к тебе услышимя, Господи. Итак, ещё шесть вариантов. Простите, музыка, лим языком выражается, это просто в разных тональностях или что это получается? Разные тональности, разные мелодии. Разные мелодии. У каждого голоса своя мелодия. Но звучит всё вместе, конечно, очень даже. Да, эффект очень... Это очень стройная система. Она была выработана ещё в восьмом или, не помню точно, девятом веках, преимущественно введена святым Иваном Дамаскиным. И предполагала, что каждая неделя церковного песнопения исполняется на какой-то конкретный глаз. То есть есть неделя первого глаза, второго глаза, третьего. И так весь церковный год поделен и выстроен в строгую систему этого осмогласия. Достаточно сказать, что петь певчим в церковном хоре очень непросто. Ну вот смотрите. А может певчим с вами? Мы же немножко спросим. Может им оборудование. Очень просто. Пододвините, пожалуйста, к себе микрофон, руководитель хора. В чём это непростота, как говорит отец Василий? Ой. Сколько глазов вам надо знать? Надо восемь глазов знать. Надо уметь читать с листа. Всё это в голове. Соответственно, с листа, да? Да. Язык, уметь читать на церковно-славянском языке. В общем, это очень сложно. Не каждый сможет. Были у нас много случаев и приходящих, и уходящих певчих. Кто-то справлялись, кто-то не справлялись с такой нагрузкой. Ну, серьёзно, это очень тяжело. А не читать с листа, запомнить это невозможно? Ну, это надо годы тренировок, да. Это не просто так. Когда раз за разом исполняешь, запоминается, наверное? Слова разные. Я тебе попробую посчитать. Вот есть глазы, всего глазов восемь. Есть глазы тропарные, стихирные, ирмосовые, прокимновые и, ну, допустим, ещё аллилуарий, пять. Значит, чтобы запомнить систему церковного пения, надо запомнить восемь умножить на пять. Это получается сорок отдельных мелодий. Сорок мелодий. А если учитывать, что певчему может потребоваться петь не только своим голосом, но и каким-нибудь другим, то это сорок умножить на четыре, сто шестьдесят различных вариаций мелодий. А вы понимаете всё, что поёте? Какой неожиданный вопрос. Не всегда. Меня это интересует, на самом деле. Перед тем, как на рекламу уйти, о чём вы думаете, когда вы исполняете? На чём вы сосредотачиваетесь? Чтобы правильно вот по нотам это всё исполняется? Правильно прочитать, правильно всё это произнести, пропеть, показать как регенту, правильно задать тон, голова просто. Очень много нюансов, да. Володь, можно я тоже вставлю одно из своих воспоминаний? Когда я учился в семинарии, меня определили в хор. Вообще, в принципе, хоровая подготовка, певческая подготовка в семинариях – одна из очень важных. И когда я стал петь в хоре, я подошёл к знакомому священнику и пожаловался на очень распространённый достаточно момент. Мне стало тяжело молиться в том смысле, в том классическом понимании, как мы привыкли сосредотачивать свою ум, обращаться к Богу. Потому что огромное внимание певчего уходило на то, чтобы правильно спеть, внимательно проговорить все слова, ну и так далее, множество разных музыкальных аспектов. И он мне ответил так, что я, в общем, запомнил на всю жизнь. Он сказал «твоё пение и есть твоя молитва». Поэтому молитва певчих, она в этом и заключается. В этом и есть труд. Да, в этом и есть их, собственно говоря, главная жертва Богу. Спеть так, чтобы отозвалось твоё сердце, спеть так, чтобы каждый, кто тебя слышал, действительно почувствовал потребность в обращении к Богу. Впечатляет, да. Так, у нас сейчас небольшая реклама, сразу продолжим после неё. Продолжается программа «Союз нерушимый». Есть священник Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин, Вятской духовной семинарии, училище, простите, у нас в гостях, и хор храма «Веры, надежды, любови» и «Матери Иксофии» под управлением Марины Никулиной. Продолжаем. Алиса Олегович, вопросы в глазах у вас. У меня всегда, да, вопросы. Ну, а ведь поют в церкви, молятся по многим поводам, и по каждому этому поводу есть восемь вот этих голосов? Нет, нет, это восемь мелодий. Восемь мелодий. Да, это одно из музыкальных выражений. Просьбы могут выражаться совершенно разные. Одно и то же можно выразить. А если более широко, что значит, как по-разному? Ну, то есть один и тот же текст можно спеть на восемь различных глазах. То есть при этом, если там скорбь какая-то, если там, ну, скажем, вот люди пришли венчаться, это не такой большой праздник, как Пасха. Что поет церковный хор? Церковный хор поет торжественное и радостное песнопение, прославляющее таинство брака и призывающие... И тоже может на восемь... Ну, если говорить непосредственно о венчании, что вы сказали, то там гласового оформления чуть меньше, потому что традиционно уже сейчас для венчания написаны очень яркие песнопения русскими композиторами. Вот. И там гласового оформления меньше. Хотя хоры, которые обладают меньшими способностями к исполнению каких-то очень ярких песнопений, они вполне могут все песнопения, которые есть в венчании, спеть на вот те самые гласы, которые были вам продемонстрированы. Я предлагаю еще попросить наш хор спеть одно песнопение, которое относится как раз уже к современной традиции церковного пения, чтобы перейти уже непосредственно к этому рассказу. Итак, Гринченко «От юности моей я». «От юности моей я». «От юности моей». Да. «От юности моей». В каких случаях исполняется это произведение? Это произведение исполняется практически каждый воскресный день, воскресный церковный день. И... Нет, ну даже... В праздничный день. Да, оно преимущественно исполняется в праздничный день. Спасибо, что поправили. Вот. Оно преимущественно исполняется в празднике. Давайте послушаем. Гринченко «От юности моей я». «От юности моей я внузи борь от мяс трости, но сумя заступи, спаси, спаси мой. Ненавидящие силу, напосрабитесь от Господа. Яко трава в огне молитесь, спавши. Слава свой, сыну и святому духу и ныне прислыва веки веков. Аминь. Святым духом всяка душа живится, И чистотую возвышается в светлицах, Родческим единством священном домой. Так, ну и теперь комментарии. Спасибо большое. Действительно, мы сейчас увидели пример так называемого однородного церковного хора. То есть, как слышали наши сейчас слушатели, мы не слышали мужских голосов в этом хоре. Да, Сергей исключили. Да. Действительно, так называемый смешанный хор, где поют одновременно и женщины, и мужчины, это тоже произведение сравнительно поздней русской православной церковной традиции. И возник он где-то во второй половине 19-го, в начале 20-го века. Связан он был как раз с тем, что потребовалось объединить усилия мужчин и женщин и создать вот эту удивительную красоту гармонии. Но для древних песнопений это было не характерно. Пели либо мужские хоры, это был, так сказать, наиболее классический вариант, либо женские хоры, ну, например, был характерен для женских монастырей. Собственно говоря, традицию, очень яркую традицию смешанных хоров заложил один из классических учителей и автор многих церковных песнопений Павел Григорьевич Чесноков. Это имя очень известно не только в области церковного пения, но и вообще многим-многим людям, занимающимся хоровым пением, потому что он является автором учебника, классического учебника «Хоры управления им». Он жил еще в советское время, он был одновременно и преподавателем консерватории, и одновременно и регентом храма, храма в Санкт-Петербурге, простите, я забыл какого. И его судьба сложилась очень трагически, но она очень ярко показывает, сколь преданным бывают делу, бывают люди, занимающиеся церковным пением. Он оказался в блокаде, как раз в блокадном Ленинграде, он был регентом одного из санкт-петербургских храмов, и он отказался уехать в эвакуацию, потому что ему предлагали, он был профессором консерватории, это было очень, так сказать, важной для Родины должность, но он отказывается, остается в блокадном Ленинграде, и в итоге он умер от голода, не дошедший до как раз получения карточек в один из дней, и таким образом, но тем не менее, до сих пор его учебник, хороуправление им используется очень многими хористами, очень многими учебными заведениями. Там даже все примеры составлены таким образом, что по ним можно научить и регентов церковного хора. Только все примеры там не из церковных песнопений, а из обычных светских хоровых песнопений и так далее. Отец Василий, Марина, а ваш хор может петь не церковные песни? Вы поете? Да, поем, выступаем. Можете порадовать наших слушателей вот каким-нибудь вот таким нашим обычным? Что близко каждому? Да, что близко каждому. В смысле, верующим и неверующим? Или это излишне уже будет в нашей передаче, раз уж мы? Отец Василий, они пока вспоминают. Пусть они пока вспоминают. Дело в том, что они люди такого... У нас буквально пару минут остаются до конца уже. Они люди такого музыкального образования и уровня, что это для них очень легко. В любом случае, музыкальным образованием должен человек обладать, который поет. Ну, безусловно, и способностями музыкальные. Тут можно отметить очень важную вещь, что и наши русские народные песнопения, которые мы зачастую поем за столом... Они тоже воплотились, да? Они имели очень большое созвучие с церковными песнопениями. Вы вспомните, что поют люди, которые сидят в компании за столом, да? Ой, то не вечер, то не вечер. Нет, Владимир Сметанин. Ой, мороз, мороз. Ну что, давайте напоследок уже сейчас будем. Да, а то уже напоследок, да. Да, пожалуйста. Хор хрома «Вера, надежда, любовь» и «Матери их» Софии. Сейчас будет сюрприз. Ах, ты степь широкая, степь раздольная, Широко ты, Матушка, Протянулася. Песня «Вера» Ой, да не степой, ой, орех, Ой, гулял овец. спасибо спасибо созвучит нашей жизни в нашей истории церкви да очень спасибо большое очень познавательно да мы желаем вам успехов и ну вот хочется конечно напоследок сказать ну не знаю как вы это восприняете но я хочу все-таки сказать люди приходите в храм приходите в храм там красота и духовная и телесная и всяческая спасибо большое освещение пасили песцов и хор храма веры надежды любовью и материи к софии под управлением марина никулиной мария сизихина виктория мельникова татьяна краевая сергей миссиюк и владимир сметанец и сагаев это программа союз нерушимый спасибо до свидания союз нерушимый